В этом году Омск принял первый тур чемпионата России по флорболу среди мужских команд высшей лиги. В борьбу за медали вступили 8 коллективов, среди которых как лидеры прошлых лет, так и новички. Мы не случайно взяли к себе первый тур чемпионата России, потому что амбиции самые высокие. И то, что была бронза в прошлом году, наверное, это надо не то что исправлять, но хотелось бы подниматься вверх. Хотелось бы пожелать команде удачи в этом сезоне. В прошлом сезоне у нас собрался, так сказать, молодой состав. Много ушло игроков, которые на ближайшее многих лет играли. Ну, выступили, я думаю, неплохо, просто не хватило опыта и в каких-то местах скорости, техники. На этот сезон надо собраться, хороший состав собрался. Приехали много опытных, так, Вадим Азалов, Александр Трофимов помогут, думаю, выиграть нам. Соперникам будет помор, потому что они все-таки победители прошлого чемпионата. И там игроки опытные тоже за сборную России играют и составят конкуренцию. Редактор субтитров А.Семкин В прошлом году мы дебютировали в высшей лиге, соответственно, выполнили задачу, оставили, оставили, не, оставились. В этом году такая же задача остаться в высшей лиге, потому что у нас команда крайне молодая. Ребят есть 15-16 лет, то есть у нас средний возраст команда 18 лет. Она у нас хорошая юниорская, но волей судьбы и нашими стараниями мы вышли в высшую лигу. Соответственно, надо здесь держаться, это высшая лига, соответственно, номер один, поэтому будем стараться. Работали сезон, работали, изучали соперников, готовились. Надеюсь, что в этом году и мы останемся также в высшей лиге. На домашнем этапе Сибирь набрала 4 очка. Сейчас омская команда располагается на пятой строчке турнирной таблицы. В рамках второго тура чемпионата страны, который пройдет с 22 по 24 января в Ульяновске, наши флорболисты проведут 4 матча.